Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной вебинар 2018 года. Напоминаю, что меня зовут Надежда Яшова, я являюсь архитектором и дизайнером практикующим и бессменным ведущим уже длительной серии вебинаров, которые рассказывают о различных аспектах стекольного дела. Также напоминаю, что все эти вебинары проходят под эгидой компании Титан. И мы уже с вами рассмотрели практически все области стекольного дела. Единственное, что хочу напомнить, опять же, что каждый год, каждый месяц появляется много новых материалов по любым вопросам, которые мы уже рассматривали. Поэтому, если мы коснемся чего-то такого, что мы уже с вами, скажем так, проходили, то рассмотрим этот аспект, этот вопрос, эту проблему с несколько иной точки зрения. Может быть, дополненной, может быть, улучшенной, может быть, углубленно. Рассмотрим это в любом случае. Чтобы не рыться в документации предыдущих лет, мы с вами рассмотрим наиболее важные вопросы, а за оно с других точек зрения, или немножко, как я сказала, более углубленно, и, может быть, с другого ракурса. Сегодня у нас вторая часть вебинаров, посвященных оконным системам. Это наиболее распространенные стеклянные конструкции. В основном сегодня мы рассматриваем оконные системы ПВХ и касаемся именно их статических параметров и рассмотрим некоторые расчеты, поскольку, несмотря на документацию, которая прилагается к изделиям, несмотря на расчетные различные моменты, которые даются производителям, существует много вариантов использования тех или иных конструкций и существует потребность подходить индивидуально к размещению тех или иных конструкций в тех или иных условиях. Мы уже рассматривали этот вопрос по поводу размещения конструкций. Хочу напомнить, что одно и то же окно в равнинной местности или в горной местности будет вести себя совершенно по-разному. И здесь важен не только состав конструкции, не только материал, из которых она изготовлена, но и способы хранения, методы транспортировки и так далее. То есть, все-таки индивидуальные расчеты для каждого конкретного случая не помешают. Итак, статические параметры и некоторые расчеты оконных систем ПВХ. Во-первых, нам придется столкнуться с таким понятием, как модуль упругости. Что это такое и с чем его идёт? Во-первых, напомню, что при деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры и форму тела. Эта сила возникает как результат электромагнитного взаимодействия между атомами и молекулами вещества. Эту силу называют силой упругости. Сила упругости тесно связана с понятием коэффициента пропорциональности или модулем продульной упругости. Это ещё модуль нормальной упругости, как его называют, модуль упругости просто, модуль упругости первого рода, модуль юнга. Очень распространённые названия. И он показывает, с какой силой надо сжать или растянуть стержень единичного поперечного сечения, чтобы получилось изменение длины на одной единице. Вообще под упругостью понимается способность всех твёрдых тел возвращаться в первоначальную форму после снятия деформирующей нагрузки. К модулю упругости мы ещё вернёмся. Сейчас немножко рассмотрим другой аспект. При малых деформациях условия написаны внизу слайда. Сила упругости пропорциональна деформации тела и направлена в сторону, противоположная направлению перемещения частиц тела при деформации. Что выражается формулой, которая показана на экране. И именно это соотношение, которое вы видите, выражает экспериментально установленный закон Гука. Здесь коэффициент К – это жёсткость тела. И в системе С жесткость измеряется в ньютонах на метр. И коэффициент жёсткости зависит от формы и размеров тела. А также от материала. В физике закон Гука для деформации растяжения или сжатия принято записывать в форме, которую вы видите на данном слайде. То есть отношение Y равняется X к L, называется относительной деформацией. А также есть ещё одно соотношение, которое вы видите ниже, зависящие уже от площади поперечного сечения деформированного тела. И это выражение определяет напряжение сигма. Исходя из двух этих предпосылок, можно записать относительную деформацию как пропорцию с напряжением. То есть, иными словами, относительной деформации пропорциональны напряжению. Здесь мы с помощью этой формулы видим такое отношение. И уже в этой формуле мы встречаем коэффициент пропорциональности или модуль упругости Е, модуль Юнга, который зависит от свойств материала и не зависит от размеров и формы тела. Этот модуль упругости физически постоянная данного материала, характеризующая жёсткость материала, то есть способность сопротивляться упругим деформациям. Чем жёстче материал, тем меньше он деформируется при этой величине напряжения. Если изменение формы после снятия нагрузки продолжается, то мы можем говорить о пластичном поведении деформированного материала. Напряжение и деформация несущей конструкции и напомню ещё раз в отличие, то есть как и модуль упругости зависит от материала, из которого изготовлены эти конструкции. И для того, чтобы описать свойства материала, проводятся различные испытания, в том числе испытания на прочность. Например, прочность стали. Определяю с помощью испытаний на растяжение, но это просто к сведению. Для этого металлические стержни закрепляют в испытательной машине и наблюдают за его поведением под действием растягивающей нагрузки до момента разрыва. В данной таблице, которую вы видите на экране, мы можем наблюдать величину модуля упругости различных материалов. Нас интересует ПВХ твёрдый, поскольку мы рассматриваем аккордные системы ПВХ. И мы можем видеть, что модуль упругости у этих материалов один из самых маленьких, то есть самых низких. Самый высокий из данной таблицы – это модуль упругости стали. И ещё один важный момент, о котором мы ещё скажем чуть позже. Зависимость модуля упругости от ПВХ от температуры обратно пропорциональна. То есть чем выше температура, тем меньше сопротивляемость ПВХ деформациям. То есть мы можем говорить о его текучести при повышении температуры. Что это нам даст, мы, как я уже сказала, рассмотрим чуть позже. Для того, чтобы заняться расчётами простых статических систем окон, оконных систем, нам необходимо познакомиться с таким понятием, как момент инерции. Поскольку модуль упругости, как таковой, не даёт полной информации о несущей способности поперечного сечения ПВХ профиля. Он является только сравнительной величиной для используемых материалов. способность выдерживать нагрузку для несущей конструкции, например. В нашем случае это горизонтальный или вертикальный импост зависит от, во-первых, материала, как я уже говорила, формы поперечного сечения и размеров конструкции. То есть сечения конструкции. Если мы будем рассматривать изгиб, то несущая способность при этом поперечного сечения зависит от геометрии и ориентации сечения относительно действия силы. Здесь на экране показано действие различных сил, веса остекления, ветровой нагрузки и расположение частей профиля относительно этих сил. Показатель поперечного сечения, в которых учитывается форма и расположение площади, называется моментами площади сечения. Различают моменты площади сечения первого, второго и более высокого порядка. Но если брать простую статическую систему, то для ОКОМ достаточно момента инерции, который является моментом площади сечения второго порядка. Для того, чтобы его рассчитывать, мы применяем термины и буквы, и для момента инерции используется латинская буква И, код слова инерции, единицами измерений является четвертая степень любого, любой степени длины, например, сантиметр в четвертой степени, метр в четвертой степени, миллиметр в четвертой степени, это уж как кому захочется, или как удобно в данном случае. моменты инерции рассчитываются с помощью решения сложных интегралов и, в общем-то, в различных табличных справочниках приведены решения интегральных уравнений для наиболее частых форм поперечного сечения. И на основе этих показателей дальше специалисты определяют момент инерции для многих простых сечений. Но как это делается, мы можем рассмотреть на двух простых примерах. Например, если мы берем цельное прямоугольное сечение, то рассчитываем его по формулам моментов инерции относительно оси Х и как показано на экране. Здесь нам необходимо знать геометрические параметры, ширину и высоту сечения. И, в общем-то, затруднений для моментов инерции у нас для расчета момента инерции у нас здесь не возникает, если у нас имеются все вводные. если мы возьмем полые прямоугольные сечения, то здесь немножко усложняется расчет введением дополнительных данных. внутренние величины и внешние. ширина и высота и внешняя ширина и высота, которые определяют толщину профиля. Однако расчет данного сечения также при наличии формулы перед глазами также не вызывает никакого затруднения. расчет момента инерции относительно оси x y. момента нам необходим для того, чтобы сделать расчет статический расчет оконных систем. А что это такое, что является целью расчета статической системы окна? Это найти в конечном итоге усилитель несущих конструкций, а к ним относится импост створка, рама. Так вот, чтобы этот усилитель под действием ветровой или статической нагрузки, например, вес остекления, прогибался был в допустимых пределах. Поэтому характеристики прочности элементов оконных и дверных стеклянных блоков ПЛХ это прогибы, моменты инерции, жесткость, которые являются важнейшими параметрами при статических расчетах, особенно при изгибах, и которые определяют в конечном итоге прочность и долговечность при эксплуатации данных систем. Причем они определяются для различных профилей. Эти параметры различными специалистами определяются также по-разному, поэтому необходимо для каждого конкретного типа оконных систем выбрать направление осей Х и У, то есть они выбираются по-разному. В данном случае напоминаю, что у нас направление следующее Х и У, и направление нагрузок. Отсюда следует еще, что нам необходимо учитывать ветровые нагрузки. О ветровых нагрузках мы с вами говорили на прошлых занятиях, то есть они важны для различных расчетов. и также мы должны учитывать вес, собственный вес остекления створчатых элементов. Учет ветровых нагрузок и вес остеклений приводит к необходимости ограничивать максимальные площади оконных конструкций, то есть размер створок, массу и так далее. Для этого существуют различные ГОСТы, например, блоки оконные общие технические условия, блоки оконные из ПВХ профилей и технические условия, это наши отечественные документы и также некоторые импортные сборники, о которых я достаточно много говорила на предыдущих занятиях в прошлом году. в принципе еще мы с вами поговорим о них на наших вебинарах. И вот в соответствии с требованиями этих сборников, на стадии проектирования изготовитель должен проводить расчеты их характеристик прочности, например, с учетом, например, действующей ветровой нагрузки, момента сопротивления поперечного сечения обруска элементов изделий и веса открывающихся элементов. Ну и расчет характеристик прочности оконных конструкций при воздействии на них эксплуатационных нагрузок, включая и ветровую. Рекомендуется проводить в соответствии с положением всеохватывающего СНИПа нагрузки и воздействия во первых строках всегда у нас стоит. И в общем-то надо подходить к этому вопросу очень серьезно. И теперь конкретно к расчетам оконной системы приступим, поскольку она рассчитывается по нескольким параметрам и более подробно мы сейчас рассмотрим. Во-первых, производится расчет импоста при воздействии ветровой нагрузки. Формулу вы видите на экране и зависит этот расчет от давления ветра в соответствии с группой ветровой нагрузки. Ширины и пюры нагружения, длины профиля, модуля упругости материала, максимально допустим деформации прогиба и здесь же у нас указано какая она может быть. То есть она должна быть примерно примерно трехсотой частью длины элемента. Момент инерции должен быть определен раздельно для каждой области нагрузки. И кстати интересно, что при расчетах требуемого момента инерции, который указан на экране, мы пренебрегаем жесткостью ПВХ профиля. Кстати, говорили уже о том, что мы на прошлом занятии говорили о том, что расчеты различных стеклянных элементов, конструкций производятся по большей части в их идеальном состоянии, то есть пренебрегается некоторыми параметрами, некоторыми единицами и условиями обычно. То есть это как бы идеальное окно у нас рассчитывается. Итак, для расчета инпоста мы пользуемся вот этой формулой. дальше у нас идет расчет рамы, он у нас рассчитывается по нескольким параметрам, а именно расчет по двум вариантам, причем он усложняется во втором варианте еще у нас. Первый вариант это рама рассматривается как шарнир на опертой балке на двух опорах, нагруженная равномерно распределенной нагрузкой. Здесь требуемый момент инерции вычисляется по указанной формуле и в общем-то она у нас практически схожа с предыдущей. Здесь учитывается давление ветра, ширина и перонагружение, длина профиля, модуль упругости, максимально допустимые деформации. или прогиб и он имеет ту же самую величину. Это если рама у нас рассматривается как шарнирная торта. Второй вариант несколько сложнее, то есть он составной момент, поскольку здесь у нас три рамы рассматриваются как жестко закрепленные или защемленные на обоих концах балка, на нее действует два вида нагрузок трапециедальная или треугольная нагрузка. И для каждой из них мы выбираем свой вариант расчета. Итак, расчет рама во второй позиции, то есть как жестко закрепленные защемленные на обоих концах балка, при воздействии ветровой нагрузки и при действии трапециедальной нагрузки. Требуемый момент инерции рассчитывается по формуле, приведенной на экране. И здесь величина гамма имеет свою формулу, в которую включен коэффициент k, являющийся отношением длины к ширине. То есть длины профиля к ширине и нагружения. еще один вариант расчет рамы при воздействии ветровой нагрузки при той позиции, что она у нас балка с двумя защемленными концами. это требуемый момент инерции при действии треугольной нагрузки. Здесь у нас все те же самые параметры, то есть это давление ветра в соответствии с группой ветровой нагрузки w, w, коэффициент гамма, который рассчитан в предыдущем варианте и модулю пругости материала. Здесь примечание очень важное, что если сечение рамы по всему периметру имеет одинаковые значения, то при расчетах учитывается наибольшее значение требуемого момента инерции. При расчетах этого момента мы еще раз напоминаю жесткости полуха профиля пренебрегают. Это то, что касается рамы. То есть она у нас рассчитывается по двум вариантам и второй у нас также рассчитывается еще в двух вариантах в зависимости от вида нагрузки. еще один расчет мы проводим это расчет створки при воздействии ветровой нагрузки как мы уже упоминали ветровая нагрузка одна из самых важных при расчетах конструкций и здесь у нас также получается два варианта это требуемый момент инерции от трапецидальной и треугольной нагрузки. Да, хочу заметить, что створки рассматриваются нами как жестко закрепленные или защемленные на новых концах балка так же как второй вариант рамы и действие двух нагрузок на нее так же дает два варианта расчета. Для трапецидальной нагрузки расчет на экране здесь также мы учитываем давление ветра в соответствии с группой ветровой нагрузки, ширину эпюра нагружения, длину профиля, модуль упругости и коэффициент К рассчитывается относительно двух величин ширины эпюра нагружения и длины профиля. Этот коэффициент участвует в расчетах коэффициента гамма и затем оба они присутствуют у нас в формуле. при действии треугольной нагрузки формула выглядит следующим образом. Все наши знакомые данные и параметры, которые мы рассмотрели на предыдущих вариантах расчетов. И здесь также надо сделать примечание, что если сечение и створки по всему периметру одинаково, то при расчетах учитывается наибольшее значение требуемого момента инерции. Также при расчетах этого момента жесткостью полха профиля пренебрегают. И вот здесь кстати хочется напомнить, что при кратковременных нагрузках ПВХ сопротивляется как обычное твердое тело, но под воздействием длительной нагрузки, а также при повышении температуры профиль постепенно деформируется, течет и поэтому необходимо особое внимание уделять хранению ПВХ профилю, что и указано в соответствующих ГОСТах. Кстати, нижняя часть створки при воздействии нагрузки от стеклопакета от веса стеклопакета рассматривается отдельно. И расчет производится по следующим параметрам. То есть мы вычисляем требуемый момент инерции на который оказывает влияние удельный вес стеклопакета, высота стеклопакета, пролет между опорами, прогиб для створки с фурнитурой, который имеет максимальное значение от 2 до 3 мм, и естественно модуль упругости, который мы ввели в самом начале программы нашего занятия. То есть рассчитываем мы оконную систему достаточно подробно по разным параметрам и по разным частям. кроме этого кроме этих параметров нас интересует еще прочность профиля на изгиб. Показатель прочности на изгиб это характеристика прочности всей несущей конструкции. определяется этот показатель по формуле приведенной на экране Е умноженной на И, то есть модуль упругости на момент инерции. Значительно больше поперечное сечение профиля ПЛХ, поскольку мы увидели, что у ПЛХ поперечное сечение профиля ПЛХ способность чиновен профиль. Поэтому необходимо обязательно армировать профиль ПЛХ для повышения несущей способности, поскольку армирующий профиль прочнее самого ПЛХ почти в 80 раз, не 80, почти 72 раза. Очень часто бывает, что популярный армирующий профиль 25 на 41 на полтора миллиметра не проходит по статике, поэтому специалисты советуют ставить не только цельный по длине армирующий профиль, ни в коем случае не использовать обрезки, но и предварительно рассчитать приходящуюся на него ветровую, температурную и эксплуатационную нагрузку. При этом, как уже было сказано, прочность ПЛХ профиля не учитывается из-за малости этой прочности, то есть пренебрегая малыми величинами. Итак, модуль упругости строительных материалов, их плотность мы уже видели в таблице, приведенной ранее, а расчет двух примеров профиля вы видите на экране. кстати, можно сказать следующее, коротко сделать некоторые выводы, например, что момент инерции зависит от геометрии поперечного сечения и не зависит от материала, в отличие от других величин, которые мы рассматривали ранее. В связи с тем, что высота поперечного сечения при расчетах момента инерции у нас берется в третьей степени, она имеет большое значение для несущей способности. Это для сплошного профиля, расчет которого мы рассматривали с самого начала, а если у нас полый профиль, то на величину момента инерции влияет толщина стальных стенок. ну и используя модуль упругости мы учитываем наряду с моментом инерции также свойства материала. Две эти величины, как было показано по формуле определяют прочность на изгиб, с помощью которой можно определить и сравнить несущие способности сечения различных материалов. Расчет прочности на изгиб мы также производим по разным параметрам. Сейчас мы рассматриваем расчет вертикального импоста по методу предельных состояний первой группы. Кстати, что такое предельное состояние и что такое группы. Напоминаю, что предельное состояние подразделяется на две группы. Первое это предельное состояние, которое ведут к полной непригодности в эксплуатации конструкции или к полной или частичной потере несущей способности. И вторая группа включает предельное состояние, затрудняющее нормальную эксплуатацию или уменьшающую их долговечность по сравнению с предусмотренным сроком службы. Предельное состояние первой группы характеризуется разрушением любого характера, например, пластическим, хрупким, усталостным, потерей устойчивости формы, приводящей к полной непригодности в эксплуатации, качественным изменениям конфигурации и другими явлениями, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации, например, это чрезмерные деформации в результате высокой пластичности, сдвига в соединениях, раскрытие трещин, образование трещин и так далее. Ну и согласно ГОСТам, например, ГОСТу надежность строительных конструкций и оснований, все строительные конструкции должны быть запроектированы с достаточной надежностью при возведении и эксплуатации. Ну и в общем-то расчеты по методу предельных состояний как раз и направлены на обеспечение безотказной работы конструкции с учетом изменчивости свойств материалов. Итак, в данном случае у нас расчет по методу предельных состояний первой группы, то есть разрушение, полная потеря устойчивости и так далее. И здесь критерий расчета это напряжение от изгибающей нагрузки импоста. Оно должно быть меньше, чем расчетное сопротивление материала на растяжение и изгиб. И в качестве внешнего воздействия на конструкцию принимается нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки согласно СНИПу нагрузки и воздействия. СНИП 2.0.1.0.7.85 Как я уже сказала самый основополагающий при расчетах. Здесь мы напряжение возникающее от изгибающей нагрузки рассчитываем по формуле приведенной на экране где у нас присутствует изгибающий момент момент сопротивления сечения профиля по оси коэффициент надежности по ветровой нагрузке также взяты из СНИПа указанного выше нагрузки и воздействия расчетное сопротивление растяжения сжатия и сгиба для алюминиевого сплава это таблица другого СНИПа уже алюминиевые конструкции то есть для расчета окон ПВХ нам также нужен еще и СНИП и коэффициент условий работы которые принимаются также по таблице 15 СНИП алюминиевые конструкции здесь также необходимо рассчитать изгибающий момент который от которого зависит напряжение возникающее от изгибающей нагрузки он рассчитывается по формуле которые вы видите на экране и зависит от нормативного значения средней составляющей ветровой нагрузки по СНИПам опять же нагрузки воздействия ширины нагрузки воздействующей на вертикальный импост и длины вертикального импоста таким образом рассчитать конструкцию по прочности на изгиб не составляет особого труда еще раз напоминаю что поведение одной и той же конструкции в различных местностях в различных климатических условиях на различных высотах различно поэтому необходим все-таки точный расчет конструкций и как я уже сказала как специалисты опять же считают что даже самые широко распространенные широко применяющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя профили иногда дают сбой и очень часто поэтому необходимо проверять их несущую способность их прочность расчетами которыми с которыми мы познакомились на нашем вебинаре надеюсь эта информация была для вас полезна вы всегда можете найти на сайте Титан в записи и спасибо за внимание до новых встреч